Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, мы продолжаем прохождение игры Шорох. Насколько вы помните, в предыдущей серии мы хотели было позвонить Джерри в конце предыдущей серии, сказать, что так и так, дорогой товарищ, но у нас тут совсем всё плохо. Но да, я тут между сериями решил вспомнить, что... Точнее, не решил вспомнить, а вспомнил, что нам нужно ещё проверить пробки, и... Кажется, я знаю, куда нужно идти. Простите, пожалуйста, меня за кашель. Немножко всё-таки... Погода у нас на улице сейчас тоже осенняя, поэтому... Так, у нас есть ключик. И, судя по всему, щиток у нас в подвале с пробками. Давайте спустимся. Блин, ненавижу подвалу, честно говоря. Блин, а... Вы слышите эту музыку? Это же капец. Сейчас тут по-любому что-то будет. Так, ну ладно. Вроде как в подвале ещё светло. В подвале оказалось ужасно холодное сыро. Мощноватое местечко. Ну да. Так. Обычные коробки. Внутри должно быть старый хлам. Ладно. Так, а... Ага. На глаз... Так, вроде бы, всё в полном порядке. Тут тоже. Ну, видимо, никакого толку. Блин, музыка такая. Здесь совсем неуютно. Стены буквально давят. Охренеть. Это у нас... Это у нас что такое вообще, интересно, за щиток? Блин, а... Большую часть восточной стены занимала огромная печь. Не знаю почему, но мне она сразу показалась какой-то зловещей. Может быть, мне всё только кажется, но время от времени откуда-то доносился дневнятный звук, как будто бы что-то шуршит. Бляха-муха. Ребята... Так. Видимо, у нас тут канализация. Надеюсь, мне не придётся двигать все эти коробки. Да, Майкл у нас тот ещё привереда. Внутри было чёрно, словно в пасти у волка. Хотя, кажись, там, наоборот, посветлее. Едва ли мне пришло бы в ум совать туда голову? Да уж... Постарайся. Не додуматься такого. Так. А он тут что-то говорил про шорохи. Давайте-ка выбираться. А то сейчас, мне кажется, нас кто-нибудь за жопу-то хватит. И тут я вдруг ощутил на своей шее холодный ветерок. Именно в этот момент на меня накатило осознание того, что я хочу убраться из этого подвала как можно быстрее. Согласен. Уходим. Блин, а? Это было немножко напряжно. Если честно. А если вы думаете, что я не напрягся, то... Как бы вам сказать? Может быть, просто у меня такой закалённый характер? Как-то так. А, минуточку. Продолжаем. Так. Что у нас в дневнике? Так. Ага. А, да. Мы же, кстати, в предыдущей серии нашли... Насколько вы могли помнить. Ну, если вы смотрели предыдущую серию, само собой. Мы нашли сейф. К сожалению... Открыть мы его не смогли, потому что там кодовый замок. А, вот. Мягко говоря, мне это не очень нравится. А куда мы идём? Блин, тут всё, конечно... Лес сплошной. Блин, а вот тут... Видите так, по сторонам. Вот кто выпрыгнет из леса, и всё. Наса не было. Так и скажут, что... Так и было. Пустовал дом, да и всё. Так, это у нас... Склеп, что ли? Ну-ка. Да, блин. Ну да. В архитектуре это склеп. Ручки дверей склепа оказались связаны толстым... Толстым проводом. За многие годы ржавчина спаяла проволоку на дверных ручках, так, что было невозможно справиться с неголыми руками. Так. Ага. Ммм, вот как. Видимо, сюда мы пока не попадаем. Блин, вот эти кругляшки, я сначала подумал, что это черепа. Так, а где это вообще мы находимся? Какая-то аллея. В принципе, меня всё устраивает в этом доме. За исключением того, что там склеп. Блин. Слышите звуки какие-то? Давайте-ка уходить отсюда. Тут, по сути, лес. В чистом виде. Если на нас сейчас какое-нибудь зверное пойдёт, или ещё чего похуже. Мне кажется, совсем всё будет печально, и... На этом... наше приключение подойдёт к концу. Как бы там ни было. Давайте-ка свяжемся с нашим дорогим... ...другом... ...по имени Джерри. Напоминаю, Джерри... ...старый товарищ Майкла, и... ...по совместительству является... ...риэлтором. То есть, он пропрыл же Майклу этот дом. Так, сколько, кстати, у нас времени? 12 часов дня. Полдень. Хорошо. Так, давайте по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но ты должен сделать что-нибудь. Мне не очень-то улыбается бродить в полумраке по этому дому. Я тут почти не ориентируюсь. Майкл, прекрати. Где твоя жажда приключений? Представь, что ты живёшь в прошлом веке. Изысканный дом в викторианском стиле, освещенный свечами. На твоём месте я бы не упустил такой возможности. Спасибо, но моя жажда приключений осталась в Лондоне. Мне нужно работать. Ну так давай. Что тебе ещё нужно? Вообрази, что оказался в прошлом. Очень смешно. Постарайся, чтобы этот парень приехал сюда как можно быстрее. Не беспокойся, именно этим я и займусь. Советую найти свечи раньше, чем станет темно. Да, свечи. Пока. А, да. А, стоило мне договорить с Жерей повесить руку, как я сразу же вспомнил, что... Уже облазил весь дом и не нашёл в нём ни единой свечи. Всё это бестолку. Странное что-то у меня с памятью происходит в последнее время. Ну да ладно. Кстати, там S пропустили, но я прочитал. Так, давайте Барбаре позвоним, во-первых. Барби, кукла Барби. Барби, кукла Барби. Да-да-ка, конечно, я смогу. Просто пришлите мне письмо, и я возьмусь за перевод, как только его получу. Превосходно. Хм, интересно, придёт ли почтальон. У меня такое чувство, что я единственный живой человек на целой планете. Вы сказали на почте в Ротбаре, что вы переезжаете в особняк Блэквуд? Да, Джерри сказал. Надеюсь, что они не забыли обо мне. Вот и всё. В любом случае, спасибо. Ты просто умница. Для этого я и здесь. Вообще, я именно за это тебе и плачу. Вот именно. В любом случае, я попробую отправить это письмо. Буду ждать ваших распоряжений. Спасибо. Пока. Удачи. Хотя, не знаю, на самом деле. Платит-то он ей, по идее, за то, что она сидит на телефоне, а не за то, что письма переводит. Так, товарищ, ты не хочешь поработать, пока светло? Блин, а чё так текстурка, так прям темно у нас в комнате? У нас тут светло. А, да, кстати, говоря, у меня здесь настройки графики поставлены, что повышение яркости на среднем стоит, чтобы на ютюбе хотя бы хоть что-то было видно. Потому что видео получается тёмным, насколько я успел заметить. Так. Что-то не тянет меня пока работать. Ну, в принципе, я это уже читал. Ничего там интересного нету. Мягко говоря, не похоже это на... Роман ужасов. Скорее уж, как-то, знаете, попалась мне в жизни одна книжка, называется... Страшилки-смешилки. Или как-то так. К сожалению, дословно уже не помню. Но там... Суть была в чём? Там каждая Страшилка, в буквальном смысле, заканчивалась именно вот какими-нибудь... Какой-нибудь хохмой. То есть, скажем, тоже гроб на колёсиках и прочая гадость. Заканчивалась не более чем шуткой. Ну, там, конечно, были и такие серьёзные истории, что... Прям вот... Особенно порадовал рассказ в конце. Ушли, не вернулись и... Как его? Самое интересное там было, что... Вроде как, выдержан весь Жанна, что ушли, не вернулись, там, прям до самого конца. Но в самом конце чисто бред был написан. Ну, то есть, как обычно бытовая ситуация представлена. Так. Ух ты, уже два часа. Фига себе, мы два часа разговаривали по телефону, что ли? Долгие мы. Так. Давайте-ка, во-первых... Это у нас письмо? Да. Во-первых, так. Во-вторых, вот так. Бросить. Нет, чтобы просто сказать, положить. Именно вот бросить. Ещё, скажешь, сейчас швырнуть. Блин, у нас... Чё утро, чё два часа? Никакой разницы на улице. По погоде. Так. Сейчас бы взять бы, да это... Включить бы генератор, да и погреться в этой машине, потому что на улице такая осенняя погода. Машинка у нас, как у мистера Бина, кстати. Если я не ошибаюсь. Так. Будем надеяться, что почтальон всё-таки придёт. То, что если не придёт, это будет совсем печально для нас. И плохо. Блин, а чё так шумит-то? Это ветер, что ли? Офигеть. Не, ну круто, да? В Англии, скажем, если ты можешь позволить себе купить такую недвижимость, ты должен быть хотя бы писателем или, ну, более-менее человеком творческой профессии. А у нас, например, в стране... Вот попробуй купить такую особняк. Это тебе надо быть либо... Как сказать? Элементарнейшим жуликом, либо... силовиком, либо ещё кем-нибудь. В общем, ты должен быть нечистым на руку, чтобы купить что-то подобное. Хотя бы по площади, если смотреть. Я ж не смотрю на... расположение дома, на внешний вид. Хотя лучше на внешний вид и не смотреть. Это весь прям облезлый дом там. Ну ладно, викторианская эпоха, это как бы уже давно было. Королева Виктория-то у нас когда жила? Давно. Так. Ну-ка. Три часа дня, хорошо. Кстати говоря, мне тут кто-то... Не помню уже, кто именно, к сожалению. Ну, ребят, простите. При прохождении этой игры, посоветовал каждый час подходить к нашей... Пишущей машинке. Я знал, что мне следует усердно работать на книгой, вместо того, чтобы... С другой стороны, разве короткая экскурсия может повредить моему творчеству? А, ну так вот. На самом деле, мне советовали каждый час подходить к этой машинке, чтобы... Чтобы, в общем... Чтобы было. К сожалению, я не помню, кто это сказал. Но, с другой стороны, счастье того человека, что я его не запомнил. Потому что... Он, зараза, такой не сказал, зачем именно это делать. Так. Джерри, у нас нету свечей. У нас проблемы. Да. Джерри, я уже начал выходить из себя. Я не смог найти ни одной свечи в этом доме. Ты шутишь. Я не могу поверить в это. Ты хорошо все осмотрел? Да. Каждую комнату, шкаф, ящик, коробку. Ничего. Ни единой свечи. Хорошо, послушай. Город недалеко. Минут 20 езды и больше. Если ты не сможешь найти свечи там, то я съем свою шляпу. Тогда ты съешь весь свой гардероб. Вот именно. Это уже действует мне на нервы. Давай, съезди. Ты знаешь, как добраться туда? Да, я помню дорогу. Ты позвонил мистеру занятому электрику, который не мог подождать лишние пять минут? Да. Он сделал мне еще одно большое одолжение. Приедет к тебе завтра утром. Раньше он в любом случае не появится, даже за дополнительную плату. Завтра, в воскресенье, ты не забыл? Да наплевать. Мне нужен свет. Наплевать. Да я его, если он появится. Успокойся. Поезжай скорее в город. Ты не найдешь дороги обратно, если стемнеет. Да. К тому же мне надо купить еды. Вот и поезжай. И будь осторожен за рулем. Ну хорошо. А, ну вот. Судя по всему, сейчас мы отправляемся в город. За покупками. Так, и деньги-то у нас есть. Ну-ка. Пять часов вечера. Ни хрена. Ни хрена себе. Извиняюсь, я что-то совсем закашлялся. Ну. Дорогие мои, пожалуйста, потерпите. Подлечусь и все исправлю. Сразу же все исправлю. Достала меня. Мегкая форма болезни. Так. Ладно. Офигеть, мы два часа по телефону базарили. Шерехнуться можно. Дебилизм. Молнейший. Кстати, на самом деле темнеет. Так, давайте-ка. Так. Хотя на улице светло. Не скажешь, что пять часов. Ну, по крайней мере, для Англии и осенью. По-моему, должно быть темнее. Вот у нас сейчас осень. Сейчас уже темно. Согласитесь? Ну, записываю это видео когда. Для вас это будет... Восьмое, кажется, да, число? Ну, считай, через неделю. Так. Так. Наше письмо все лежит. Никто не пришел. Так. Все нормально с этим движком? Проверил бы. Так, шины. Вроде нормально все. Так, садимся. Ключ в зажигании. Так. Ничего нету. Поехали. Какого? Машина не заводится? Как же это? Неужели... Черт. Вот черт. Кажется, проехав, я забыл выключить фары. И... Майкл? Ну да. У нас охрененно, у нас аккумулятор не работает. Аккумулятор полностью разряжен. Поздравляю. Я тебя тоже поздравляю, Майкл. Ты идиот. Ты идиот. Погоди, а как он фары не выключил? Все, он ключ вытащил из машины. Что-то я не понял. Так. Пешком мы идти не хотим. Отлично, то есть мы сегодня будем... О, небо-то. Хрена себе. Так. Еще оно такое прям красное. Знаете... Знаете, что напомнило, вот... Туда выше я, к сожалению, не могу... Поднять камеру. А, но вот тот... Полкруг или что это? Знаете, что напомнило? Devil May Cry 3. Ну, когда там. Уже... Данте... Нет, точнее не Данте. Как его? Ну, в общем, вот этот лысый придурок, который там был, открыл портал Мир Демонов. Ну, там что-то подобное было. Так, а... Кхм... Кхм... Нет. Нет. Ну, охренеть, а. Это такое может только с нами, такой капец, случиться. Не знаю, я... У меня такого, например, никогда не было. Если приехал, то... Сразу... Все в машине выключил, ключ с собой и пошел. Идем... Там на работу, универ. Ну, такого вот... Такого вот... Не знаю. По-моему, у меня еще не было на практике. И слава богу. Ну, не буду зарекаться на всякий случай. А то сейчас вот скажу и... Так... Сколько мы потратили времени? Нисколько. Отлично. Так. Кхм... Давай. Я в тебя верю. Дай-ка я угадаю. Майкл... Джерри, ты не поймешь. Что ты говоришь? Это просто безумие. Моя машина не заводится. Что? Ты уверен? Ты проверил двигатель? Я не шучу. Она сдохла. Не верю. Кончай меня дурачить, а. Знаешь, у меня просто нет слов. Из-за этого чертова тумана я забыл выключить фары и аккумулятор сел. Джерри, ты должен мне помочь. Приезжай сюда. Майкл, ты посмотри на время. Я не могу ехать в Норт-Урберлен прямо сейчас. Но, Джерри, я не могу провести всю ночь без единого источника света. Ну да. Я едва знаю это место и не смогу найти дорогу. Черт, а вдруг тут привидения водятся? Майкл, ты что, лунатик? Ты ляжешь в кровать, заснешь. А когда проснешься, у тебя будет полно яркого света. И не пытайся меня успокаивать. Это ты меня втянул во все это. Нет, это не моя вина, что тебя не дождался электрик, что в трехэтажном особняке не оказалось свечей и что аккумулятор твоей машины сел. Хорошо, хорошо. Послушай, когда ты вернешься в Ротбери? Я поеду домой завтра рано утром и заеду за тобой. Мы поедем в город, сделаем покупки, а затем проведем остаток дня в твоем саду, потягивая пиво и дожидаясь мистера Электрика. Как тебе такой план? Да, неплохо. Тем более, я думаю, что другого плана все равно нет. Боюсь, что нет. Извини, я действительно старался, чтобы твое пребывание здесь было приятным, насколько это возможно, но иногда ведь просто не везет. Очевидно, что так. Ну хорошо, я пойду. Позвони мне, если что-то понадобится. И, Майкл, не позволяй ситуации действовать тебе на нервы. Обещаю. До свидания. Ладно. Итак. Ночевать будем в незнакомом доме. Без электричества, без воды, без еды. Круто. Я уже обожаю этот дом. Кстати говоря, насчет вот этих. Так. Может, ему еще раз позвонить? Алло? Джерри, это я. В чем дело, Майкл? Эм... Начало сейфа. Я нашел сейф в комнате наверху. Ты случайно не знаешь код? Возможно, знаю. Погоди-ка, я где-то записал код, но у меня его сейчас нет с собой. Я дам тебе его завтра, хорошо? Отлично. Спасибо. Не хочу, конечно, спрашивать, но откуда у него код, мягко говоря? Так, а у него там еще что-то можно было спросить? Сколько я помню. Алло? Джерри, это я. В чем дело, Майкл? Тебе известно что-нибудь о прежних жильцах этого дома? Немного. Только то, что они были странными людьми, также здесь было совершено убийство. Ты шутишь? Убийство? Ну, нихрена. Да, убийство. Деталей я, к сожалению, знаю немного. Это старая история, хотя она наделала здесь, в Ротбери, много шума. Бывший владелец, Джонс Блэквуд, насколько я помню, сошел с ума и убил свою жену. Джонс. Хотя я точно помню дату. Май 1963-го. Джеймс. Джеймс Блэквуд, согласно материалам, которые я тут читал. О, так ты уже нашел тут пачку секретных документов? Я так и знал. Знаешь, здесь достаточно материала на целую серию рассказов. После того, как ты закончишь книгу, друг мой. Да, да, да. Ну, никогда не мешает много полюбопытничать. Может, ты просто вернешься к работе? Позвони, если тебе что-нибудь понадобится. Хорошо. Пока. Так, ну ладно, Барбаре давайте позвоним. Я и так уже порядком задергал Барбару. Да и плачу я ей не то, чтобы очень много. Пожалуй, не стоит ей сейчас звонить. Как скажешь? Ну, что-то, видите, у нас тут совсем стемнело. Что-то, видимо, да. Это мне темно, на среднем, на среднем повышение яркости. Чего вы там видите? Я вообще не знаю, дорогие зрители. Шесть часов вечера. Так. Убийство. Отлично. У нас в доме нет электричества, в доме нет воды, в доме произошло убийство, жратвы у нас нет. Уйти мы из дома не можем. Ребята, да и теория вероятности была создана именно для таких вот моментов. Мать их... За ногу. Как-то так. А, да. Кстати говоря, я сейчас схожу... Так, страшная картина там внизу. Кстати говоря, страшная картина. Сейчас у нас час ночи, мы говорим. По крайней мере, я записываю час ночи. Даже сейчас посмотрю по конкретности. Ну, сейчас полвторого... Да, полвторого сейчас уже. Так. Насчет убийства тут есть что-нибудь? Я отыскал по числу Джерри нужный выпуск и обнаружил внутри любопытный материал. Так. Поближе я подвинусь и почитаем. Извиняюсь. Джорнал. Ежедневная газета NoTuberLand. Вторник, 25 мая, 1963 год. Почти, кстати, мой день рождения. Ну, 25 мая. Ну, на два дня позже. Ужасная новость потрясла жителей Ротбери. Вчера мистер Джеймс Блэквуд... Почему Блэквуд у нас через Кэпс Лок написан? Непонятно. Видимо, новость очень шокирующая. Почитаемый житель нашего города и широко известный инженер-строитель был обвинен в убийстве мисс Евой Мариани, горничной семьи Блэквудов. Пока ситуация выглядит более чем необычной, учитывая то, что мистер Блэквуд – семья уважаемый джентльмен. Однако мисс Мариани, мигрантка из Италии, мечтающая стать фотографом, утверждает, что у нее есть фотография, подтверждающая вину мистера Блэквуда. Ну, дальше идет цитата. «Я знала, что мне никто не поверит, поэтому я сделала фотографию», – говорит она. «В тот день предполагалось, что я буду в городе, но на самом деле ехать было незачем. Мне было нечего делать, поэтому я сидела в своей комнате и увидела в саду чью-то тень. Когда я присмотрелась повнимательнее, я не могла поверить своим глазам. Матерь Божья, о Господи!» Меня бросает дрожь от одного воспоминания. Фотография, о которой идет речь, сейчас находится в распоряжении полицейских. Ну, уже конфискат изъяли, вещдок. По их словам, там четко видно, как мистер Блэквуд закапывает что-то в своем саду. Далее цитата, видимо, полицейских. «А мы практически уверены в том, что это человеческое тело», – говорит шеф полиции Уильям Бейли. «И даже если фотография не очень качественная, ее вместе с показаниями мисс Мариани вполне достаточно для того, чтобы возбудить дело в отношении мистера Блэквуда». «Пока мы с вами разговариваем, полицейские уже отправились в поместье Блэквудов». До тех пор, как появилось это обвинение, считалось, что миссис Катрин Блэквуд находится в отъезде. Согласно информации, полученной нами в школе, где она преподает, то есть она у нас школьная учительница, ну, я как понимаю, жена Джеймса Блэквуда. Так, преподает, продолжает шеф полиции. «В департаменте образования пришло уведомление о том, что миссис Блэквуд пришлось срочно уехать, и для этого она воспользовалась своей лицензией». «Что за лицензией?» «Обвинения, высказанные мисс Мариани, ставят мистера Блэквудов в довольно компрометирующую ситуацию. Если даже нам не удастся ничего найти в саду, ему придется многое нам объяснить. Все попытки доктора Кристофера Милтона, если я помню, то Кристофер Милтон – это предыдущий владелец этого дома, если мне не изменяет память, одного из наиболее уважаемых докторов Ротбери и давнего друга семьи Блэквуд преуменьшить факты оказались неудачными. И эту новость обсуждает весь город. Появляется множество слухов и различных версий. От правдоподобных и разумных до диких и безумных». «Ну да, 50-50». «Но вот какой вопрос не дает покоя жителям города, и ответ на него еще предстоит найти. Что вынудило богатого и хорошо образованного человека хладнокровно убить свою жену после 30 лет совместной жизни?» «Да, вот такие пироги». «Так, а больше мы тут ничего не можем?» «К сожалению, ничего больше мы не можем». «Кстати говоря, у нас тут что-то зловещее». «Давайте-ка уходить отсюда». «Да, интересно, да, мы чтиво нашли на ночь?» «Сейчас нам еще кошмар невось приснится». «Вот, кстати, вот эта страшная картина. Давайте один раз на нее посмотрим и все». «Ну, нормальный человек такого бы не нарисовал, согласитесь». «Уже поздно, наверное, сейчас самое подходящее время ложиться спать». «Ладно». «Сколько, кстати, времени там вообще?» «Так, семь часов что ли? Семь часов вечера, да?» «Так, давайте еще раз у Джерри узнаем что-нибудь». «Так, занято». «Видимо, у Джерри завал на работе, ну ладно. Это мы тут слоняемся без дела». «Кстати, у нас тут камин. Я жутко устал?» «Я тоже». «Признаюсь, камин решительно поразил меня своими размерами и неожиданной чистотой». «Хотя его очень-очень давно не разжигали». «Может, разожжем? Посидим?» «Идея показалась мне неплохой, но я пока отложил ее». «Пока еще не так холодно, и лучше будет сэкономить оставшиеся спички». «Ну ладно». «Дело твое, друг мой». «Дело твое, Майкл. Артхит». «Так... «Ну что?» «Давайте спатеньки уложиться. Бабюшки бою». «Так...» «Не хочешь дверь закрыть?» «Ключ не подходит». «А, то есть...» «Отлично! То есть мы еще и дверь не можем закрыть». «Несмотря на то, что это хоррор». «Так, свет у нас никаким чудом не заработал». «У нас, видимо, домового в подвале нету». «Так...» «Слушай, вот целый день прослонялся по дому, Майкл». «Задумчивости, великий мыслитель». «А...» «Так вот, целый день по дому Майкл у нас прослонялся». «Так, а у нас тут... у нас тут кошелька нету». «Здесь... здесь мы выбрать вообще не можем». «Так вот...» «Целый день, я еще раз говорю, по дому прослонялся и так к работе не приступил, а?» «Слушай, мне бы его это...» «Мотивацию». «Так, ладно, давайте спать». «Лег на кровать, хорошо?» «Да, я тоже как-то лег, помню. Сказал, как хорошо?» «Японский городовой». «А вы, кстати, заметили?» «У нас картинка как-то приближается». «Если... ну, посмотрите по углам, пожалуйста». «Желательно смотреть в полноэкранном режиме видео». «Чтоб не было потом никаких нареканий насчет квадратиков». «Стук молотка не давал в нее уснуть». «Молоток?» «Охренеть ехать-то». «Блин...» «Так, а, мы туда вообще пройти не можем». «Так...» «Блин, Майкл, не ходи туда!» «Блин, мы назад не можем вернуться!» «Мать вашу заново!» «Меня вот это уже пугает!» «Япономать-то там...» «Там кувалды садят!» «Блин, на первый этаж нет?» «А-а...» «Так, звуки идут отсюда!» «А-а-а...» «А-а, и мы витай открыть не можем!» «Видите?» «Пытаемся открыть инвентарь, не получается!» «Да срать, у нас нож есть!» «Если чё там мы...» «Это будет вынуждена самооборона!» «Превышение самообороны!» «Ой, барина!» «Е-блин, тут так темно-то, а!» «Что, мать вашу заново тут?» «А-а-а...» «Так...» «На улице, ночь...» «Тут...» «Тут почему-то мрак полнейший!» «Не знаю, с чем это связано...» «А тут почему-то светло...» «И у нас здесь нет стенда с бивнями слона» слона 2 дверь слушаю дверь-то досками заколочены вот так слышали майкл майкл тревожный мой сон прервали какие-то необычные звуки раздававшиеся в моей комнате а это сон был я же говорю мы почитали хорошую книжку на ночь у нас уже кошмары снятся извиняюсь вы слышите вы должны это слышать я не сперва я все все же выяснил откуда идет этот мерзкий шорох у меня кстати одна знакомая так все время говорит что нибудь и скажешь он там нет вот такие вот такой манере так даже если вы действительно захотела поработать сейчас уже сейчас уже было все равно слишком темно во как то есть если бы захотел еще работать звуки у нас комнате странные шорохи донимали меня просто безумно но я терпел по мере приближения к мину звук становился громче так услышите да там как будто кто-то наждачкой что-то делает или не знаю головой бьется были так оси вот так я внимательно прослушался тоскопом весь камин до источник звука я накрылся где-то за ним я все еще не мог определить точное направление идти у нас что сон что действительность так ляжем спать пески шорох все эти шорохи доведут меня до умопомрачения а уже почти довели я должен найти это или сразу су или сойду с ума окончательно майкл не надо не туда идти не хочу блин тут темно вот если бы эта люстра горела в него было спокойней спустимся во первых вниз слушая у нас так а вот наша комната там камин и камин где-то здесь я понимаю дымоход у нас один и тот же в доме хорошо так давайте-ка шум определенно доносился из камина вероятно звук проходил через общий дымоход и по моему источник его следует искать где-то внизу так ребята я не знаю зачем я это делаю кстати у нас по идее на дворе ночь довольно таки светло да так во первых давайте-ка посмотрим сколько времени а то мало ли час ночи блин а на улице чё час ночи чё не ну в принципе вот здесь заметно а вот там у нас там может луна просто светит лунная ночь полнолуния нам так видимо не навязчиво кстати авторы . сверимся так но здесь у нас последние события теперь читать не буду кто хочет прочитает поставить на паузу я просто сейчас для себя посмотрю так вот с этим я согласен так а а мне удалось проследить источник звука до камина определенно это эти шорохи доносились от тут откуда-то из подвала дома а может быть это электрооборудование хотя вряд ли эффективность это нет крысы так ведь на крыс совсем не похоже черт его знает что это такое а а кстати хочу напомнить всем кто думает что я вот такой вот мастак а вот такие квестики где надо заниматься пиксель хантингом решать задачки и прочее так я не понял у нас как-то странно у нас а то тут светло то там светло причем именно в разных комнатах так более вот вот эти двери знаете я уже что-то испугался думал там это кто стоит просто грязное окно что ли кстати окно то у нас как видите точнее окно а дверь стеклянная неохота сейчас выходить из дома а даже в доме уже сделать довольно холодно какого что-то на улице ну да ты наверно еще не бойся там ночной пижаме бегаешь или там как это как натуральный мужик в труселях и в майке или просто в труселях я принципе осень надо бы одеваться потеплее тем более у нас тут стеклопакетов нету дом антикварный так вот я отвлекся дверь то у нас стеклянная и коснись что к нам любая какая-нибудь бабайка забежит сюда то есть вот пожалуйста окна дверь наполовину ржавая наполовину стеклянная так я сперва подумал не провести ли разведку но тут же прикинул что в подвале должно быть чертовски темно нет без света я туда не не ногой так а у тебя ж есть свет ладно как бы я не стремился отыскать источник проклятых шороков мне не удастся продвинуться дальше в поиск в своих поисках пока не найдется источник света без света я бессилен что-либо сделать ну ладно увы на дальнейшее расследование источника шума представляется затруднительным я не могу спуститься в подвал не имея при себе источника света придется пока отложить эту затею до лучших времен ну да завтра утром обязательно сходим с ножом в одной руке нож в другой руке шило кстати говоря кто думает что шило это просто такая маленькая палочка глубоко заблуждайтесь дорогие друзья на самом деле на самом деле шило это если как подручное подручное оружие использовать холодное очень даже опасная вещь на самом деле все просто зависит от того что вы скажем если ничего серьезнее в жизни логарифмической линейки если не держали то это ваши проблемы но если вы в конце концов каждый год ездили на зорницы каждый год ходили на физкультуру в школе не прогуливали каждый год я не знаю ходили на уроки самообороны и в конце концов себя не запускали то вам это не должно быть проблемой то есть скажем в подворотне шорохи прекратились кажется сейчас самое время чтобы попытаться заснуть пока еще что-нибудь не началось ну да кстати говоря Майкл не знаю как ты но я бы дверь ну хоть бы что-нибудь подпер хотя она она открывается туда да ну да она туда открывается в ту сторону хотя так у нас дверь в две стороны открывается вообще круто ну это как во всех современных играх так ладно не хотим работать будем отынивать ладно сколько у нас там по времени у нас там наверное по времени уже часа два как раз таки приближаемся к реальному времени у меня уже 51 минута на часах что спать блин Майкл у тебя какая-то подушка знаете как будто она эта подушка вообще с грязью лопнувши знаете каким-нибудь там вот набито не перьями а даже не знаю какой-нибудь поролониной с саной я я вернулся под под одеяло молодец воскресенье 13 октября счастливое счастливое число ничего не скажешь хоть и воскресенье второй день начался с ужасной бури у нас дождь идет деревья скрипели так словно были живы и проклинали ураган и ливень что же до меня то надежды установить электричество я утратил окончательно ну да боли у нас молния не хочешь поработать с утра по моему погода просто отличная я положил руки на клавиатуру клавиатуру но та показалась мне такой холодной что это сразу отбило у меня все желание что-то дальше писать может быть позже знаете как майкл складывается определенное мнение уже таким людям спать в такую рань вот еще сон для слабаков правильно как и электричество водопровод жрачка и вполне обыденные места для жительства они дома непонятные непонятного срока эксплуатации и постройки у нас там вообще на улице так машина кстати мы не хотим гараж поставить за окнами бушевала гроза и логично что я вовсе не горел желанием совершать такую погоду прогулки в саду 9 часов утра так ответим привет 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 ну Ты хочешь знать, какая у меня погода? Да здесь такая гроза, что я боюсь выходить на улицу. Ну, это к лучшему, так как я не смогу заехать за тобой. Мне действительно очень жаль, но сейчас невозможно доехать до Нортуберленда. Тем более по проселку, твой особняк. Сообщают, что некоторые дороги вообще перекрыты. А как же мои надежды увидеть мистера Электрика сегодня? Вот они, преимущество жизни вдали от города. Ну да. Я должен был послушать тебя. Не паникуй. Я приеду за тобой сразу, как только распогодится. Подожди немного. Ой, а куда я денусь? Боюсь, что некуда, друг мой. Такая гроза и мертвого может разбудить. Да уж. Кажется, что злых духов в моем новом доме она уже разбудила. Что ты имеешь в виду? Не уверен, но кажется, я слышал какие-то странные звуки прошлой ночью. Как будто что-то шуршало внизу в подвале. Я помню, что уборщицы говорили что-то о крысах. Если мы только не говорим о крысах-мутантах. Я не думаю, что это опасно. Майкл, друг мой. Ты устал после долгой дороги и подавлен возникшими проблемами. К тому же ты переехал в очень старый дом. А какое самое распространенное объяснение у людей, переехавших в старые дома? Привидения разыгрались. Вроде того. А теперь сосредоточься на книге, пока еще достаточно светло. Я приеду к тебе как только смогу. Кстати, Майкл, у меня с собой код от сейфа. О, отлично. Скажи его мне. Ноль. Три. Два. Один. Один. И не забудь поделиться, если обнаружишь там что-нибудь ценное. Конечно. Пока. Угу. Обязательно. Кстати, вы могли заметить, да, что у главного героя маленько голос. Тоже. Ну, в таком состоянии, что... В общем, как у меня в этой серии сегодняшней. Ребята, сейчас я, наверное, эту серию запишу, да пойду. Поведу себя в порядок, потому что это уже невозможно. Ну, вы видите, да, у меня совсем что-то с голосом. Охреново. Так, а у нас... Кстати... Не слишком-то это вежливо беспокоить Барбару в воскресенье. Да ладно. Так, а... Кстати, нам Джерри посоветовал вернуться к книге. Давайте-ка. Может быть, наш любезнейший Майкл Артхитт наконец-таки соизволит взяться за то, ради чего он сюда приехал, собственно. Потому что с этими шорохами у меня такое чувство, что... Позднее времени-то у нас может и не оказаться. Так. Да ты прикалываешься. Да... И... Ладно. Я больше не намерен возиться с выключателями. Молодец. Образчик. Чайка. Делового. Кстати говоря, житье за городом не так уж и плохо, на самом деле. Но если... Конечно, мы не покупаем вот такой вот... Дом. Если это можно так назвать. Пока мы, скажем, сами строим дом за свой счет, это... Самый наилучший вариант. То есть, у нас есть земля, мы сносим старые хибары, которые у нас были на этой земле. Строим, собственно, домик. По чертежу, собственно, мыли прораба. Девять часов утра. Так. Давайте-ка... Кстати говоря, у нас, по идее, на улице холодно. Давайте разожжем. Ладно. Все еще не холодно ему. Ну да ладно. Как бы там ни было... Так. Давайте... Вот эту серию тоже закончим здесь, приемной. Как бы там ни было. Всем большое спасибо за просмотр. На данном эпизоде... Точнее, этапе игры я... Сегодняшнюю серию прекращаю. Еще раз. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы это досмотрели, на самом деле, ребята, вы молодцы. Вам большое спасибо. Вы терпите мой... Нягко говоря, больной голос. Мое больное состояние. Но... Как бы, как сказать-то. Все ради канала. Все ради вас. Дорогие зрители. Ну да ладно. Что еще хочу сказать. Не факт, я на том спасибо. Ну, в принципе, все сказал. Что еще? Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вам нравится это прохождение или иные. В принципе... Если у вас есть чувство вкуса, должен нравиться. А ну да ладно. Все, я вам сказал уже. С вами был Павел. Всем всего хорошего. И... Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.